Привет, друзья! Я сейчас на железнодорожном вокзале. Сейчас около семи часов утра и я еду в Пекин. И хочу снять видео про мою поездку в Пекин. Это вокзал. Здесь очень много людей и вокзал очень большой. Сейчас я пойду внутрь вокзала, куплю билет и поеду в Пекин. У меня совершенно нет времени. Нужно спешить. Вокзалы в Китае очень современные. Друзья, вот я и на вокзале. У меня есть билетик. Билет. Это билет. И это билет на скоростной поезд. Я поеду в Пекин и буду ехать 4 часа. Обычный поезд идёт примерно 10-12 часов. Это быстрый поезд. Я хочу купить в дорогу какой-нибудь перекус. Я купил какие-то печенья и миндаль, орехи. А тем временем посадка на поезд уже началась. Ехей! Поехали! А вот мой поезд. На нём я и поеду. Я очень люблю слушать музыку. Или читать книги в поезде. Сейчас я хочу немножко рассказать, почему я еду в Пекин и зачем я туда еду. Это не просто путешествие. У меня есть миссия. И это миссия навестить моего очень близкого друга. Она живёт в Пекине, а я живу в Ухане. Это два разных города в Китае. И между ними порядка 800 километров. И я еду сейчас туда, чтобы навестить её и поддержать её, потому что она сейчас болеет. И я хочу побыть с ней рядом, скажем так. Тем временем осталось где-то полчаса. Через полчаса я уже буду в Пекине. Увидимся в Пекине. Увидимся в Пекине. А здесь можно купить скорпионов. Маленькие-маленькие скорпиончики. Маленькие скорпионы. Маленькие скорпионы. Сейчас я зашёл в китайское кафе и хочу поесть. Я заказал макароны и лепёшку. Жду, пока мне принесут. Еда в Китае очень острая. А сейчас я бы хотел поговорить о том, популярен ли русский язык вне России. И я хочу сказать следующее. Когда я путешествовал по таким странам, как Эстония, Литва, Латвия, Болгария, я встречал очень много людей, которые не говорили по-английски, но говорили по-русски. Но как насчёт Китая? Есть ли в Китае русский язык? Давайте посмотрим. Ну что, друзья, как вы могли заметить, в Пекине есть довольно большая улица, даже целый квартал, где очень много русских надписей, русских магазинов и людей, которые говорят по-русски. Конечно, в общем, в Китае русский язык не так популярен, как английский. Но в таких городах, которые находятся на границе с Россией, вы можете встретить большое количество русскоговорящих людей. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели этот ролик. Увидимся в следующем ролике. И обязательно подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующий раз. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok